Находимся на улице Академической, которая пересекается с проспектом Шевченко. Мы сейчас возле садов Примоги и вот мафия в 90-х годах возникла такой арт-объект, кто хочет, может подержаться за их саквояжи с денежками. Посмотрите, какие колоритные. Мафия всегда жива. Ну вот под зонтиком можно у мафии побыть. Лица, конечно, жуткие. Вот и у меня есть крыша. Можно подержаться за саквояжи. Здесь не ядерная кнопка. Здесь денежки. Много денежек. Мало нам выстрелов, так еще вот эти вот гоняют. О месте. Мы сегодня в Академическом переулке. Вернее, теперь это уже улица. Сейчас покажу. Академическая улица. Здесь находится юридическая академия. Вот площадь 10 апреля. Градусник. Это Стелла, погибшим во время войны. И прямо вот идет эта Академическая улица. А теперь уже на Академической улице в другую сторону, возле Французского бульвара, построена еще и огромная школа со своим храмом. Я бы тоже вам как-нибудь покажу эту школу. Ну, это все было до войны, а сейчас все намного сложнее. Выжить бы не до роскоши. Это мы находимся на Малом фонтане. Малый фонтан еще не застраивался. И это место... Здесь была свалка. Здесь любили жить бомжи. Они себе нашли пристанище. И когда состоятельные слои города пришли в эту часть, и когда здесь началось уже строительство фешенебельных дач, как теперь бы сказали, вилл с землей. О, видите, старый трамвай еще ходит. Пятый. Вот он прямо идет в Академ. Вот когда возник конфликт между теми, кто здесь жили, их называли шарлатанами. И один период эта улица называлась, вернее, тогда шарлатанским переулком. А весь проспект Шевченко, вот это место называлось Галапузовка. Это все до того момента, как здесь стали появляться виллы состоятельных людей. В дальнейшем это был один из первых застраиваемых районов. Кстати сказать, перед тем, как эта улица стала называться Академической, конечно, после Шарлатанского, после Шарлатанского еще пару названий было, как одно, помню, Лагерная, и еще Варламова. Это друг нашего мэра Горбица, которого выкрали, убили. На какой-то период улица была Варламова, а потом она стала Академической. Она была пионерская. И я ее помню как пионерскую. Мы пошла сюда, потому что я наткнулась на клятву пионера. Я перед лицом своих товарищей торжественно обещаю и так далее и тому подобное, взвесить с кострами, какая красивая была сказка. И после этой сказки брат нападает на брата. До слез обидно. Это место мало того, что застроилось, застроилось, правда, всякими зданиями, но здесь были и пятиэтажки в основном, были более ранние постройки, были сталинки. Но главное, что здесь есть огромный парк. Парк Победы. Прекрасный парк. Дендропарк. Я как-нибудь обязательно туда с вами пойду и расскажу вам об этом парке, о том, как он строился. И опять же участие строительства этого парка, потому что училась в политехе, а политех тоже находится в Голопузовке, то бишь на проспекте Шевченко, в самом таком теперь элитном месте. Элитном, потому что очень богатая земля, и рядом в море дорогая земля. Дорогая земля. И мы от политеха, а перед этим от школы, которая находилась в Мариинской улице, это тоже недалеко от парка. Ну и вы знаете, что в те времена мы копали, сажали и плохо себя от этого не чувствовали. Нам все это нравилось. Мы были те, кто взвейтесь кострами, пекли картошку, ходили в походы. Ну а перед нашим поколением был Тимур с его командой, Гайдар. Ну в общем, это была целая религия. Будь готов, всегда готов. А вот сейчас мы готовы к постоянным, во всяком случае, тревогам. А чаще всего сейчас тревоги заканчиваются обстрелами. Ну, жизнь продолжается. Ну вот, вы видите, я поближе подошла к стеле. Сейчас туман, влажно, но все-таки видно. И виден парк Победы. Прекрасный, огромный парк с прудом. Здесь много ресторанчиков, кафе. И вот сейчас мы с вами можем зайти в Сады Победы. Это один из лучших магазинов города Одессы. Ну, хотя сейчас, знаете, цены как бы везде одинаковые. Мы вот сейчас были в магазинах. Везде очень много людей. Молодцы одесситы. Плевать хотели. Жить продолжается. И Новый год только один раз. И кто доживет, те должны его встретить. Ну что, скажем привет этим ребятам. И зайдем в Сады Победы. Такая история Академической улицы. И Валов теперь полностью завладел. Вот даже какой проход. У него тут, я уже сказала, и университет, и Юракадемия, и школа. Здесь вот такая красота. Ох, тепло, у меня замерзла рука. Ну вот. Несмотря ни на что, сказка будет иметь хороший конец. Я в этом уверена. Что бы ни происходило, все закончится самым удивительным образом. Ну вот. Продолжение следует...